Скала раздора. Великобритания на пути из ЕС может потерять Гибралтар. Станет ли маленькая территория разменной монетой в переговорах с Евросоюзом? И почему некоторые политики заговорили о войне? Оксана Кундеренко расскажет. Крошечная полоска суши на стратегически важном проливе между Средиземным морем и Атлантикой. Скала с населением 30 тысяч человек. Место, где пиво продают пинтами в пабах, где ходит фунт стерлингов, а звонят из красных телефонных будок. Великобритания может потерять Гибралтар, на который давно претендует Испания. Ходят упорные слухи, что испанцы наложат вето на любые торговые соглашения Британии с ЕС, пока не получат желаемого. И Гибралтар превратится в разменную монету. Эти слухи и заставили политиков заикнуться о войне. Дескать, бывали уже прецеденты в истории, например, Фалклендские острова. 35 лет назад женщина-премьер направила войска на другой конец мира, чтобы защитить свободу одной маленькой группы британцев от одной испаноязычной страны. И я абсолютно уверен, что нынешний премьер готова постоять за Гибралтар. Даже британский министр обороны лично пообещал в беде своих не бросать. Мы позаботимся о Гибралтаре и защитим его, так как никто не вправе оспаривать суверенитет Гибралтара. Испанцы ответили эмоционально, но не по сути. Так неясно, какие коварные планы они вынашивают в отношении Гибралтара. Вспоминать такие эпизоды, как Фалкленды, это уже слишком. Думаю, кое-кто в Британии вышел из себя без всяких на то причин. Дипломаты попытались смягчить тон дискуссий и напомнить, что в Евросоюзе все-таки мир... Позиция правительства ясна. Гибралтар – британский суверен. И это никогда не изменится, если того не захотят сами граждане Гибралтара. Только им это решать. Высказались и чиновники Гибралтара. К единой Европе они присоединяться не хотят и не намерены быть предметом торга. Из-за своего географического расположения территория критически зависима от Европы, с которой никто не желает ссориться. Даже премьер Тереза Мэй. Мы сконцентрируемся на переговорах о выгодном торговом соглашении, о будущем сотрудничестве Европы с Британией и Гибралтаром. Мы тесно общаемся с правительством Гибралтара и уверенно, получим в итоге наилучший результат. Граждане Гибралтара дважды высказывались на референдумах за то, чтобы быть частью Соединенного Королевства, но также хотели остаться в ЕС. Получится ли у них усидеть на двух стульях? Или клочок суши, окруженный морями, слишком важен для гигантов, которые уже когда-то сражались за скалу? Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.